Спасти жизнь себе и ближнему. Скауты Ненинского округа и Норвегии продолжают обучаться полезным навыкам. Очередное занятие они посвятили спасению утопающих на воде. Предполагаемое место несчастного случая – бассейн спортивного дворца Норд. Утопающий – сотрудник поисково-спасательного отряда города Наринмара. Его напарник в роли спасателя. Попасть в такую ситуацию может каждый. Судорога ног и рук. Паника. Ежегодно в округе по этим причинам тонут около 10 человек. Оказавшись рядом, можно попытаться спасти утопающего, говорит Андрей Аколин. Но осторожно, чтобы самому не стать жертвой. Когда вы видите утопающего, если вы решили самостоятельно подплыть к нему, спасти, и вот всегда нужно подплывать со спины, потому что вы будете его последним шансом ухватиться за жизнь. Он как просто будет вас топить, будет держаться на вас, опираться. В ваших же интересах подплыть со спины, взять его и как-то постараться успокоить, сказать, что все в порядке, сейчас тебя спасут, мы тебя будем эвакуировать отсюда. Инструкторы несколько раз показали, как правильно действовать при спасении утопающего. Причем рассмотрели разные ситуации. Даже если спасатель не может войти в воду, он может помочь человеку вот таким инструментом. Юные скауты, которым характерно все превращать в игру, слушали внимательно и серьезно. Гей Аллан, музыкант, преподаватель, автор песен, скаут со стажем, не мыслит себя без жизни в походных условиях. Считает навыки спасения необходимы каждому человеку. Я сам несколько раз испытывал панику на воде. Спасать кого-либо мне не приходилось. Ребята выяснили, правильная экипировка спасателей Ненецкого округа ничем не отличается от норвежской, и приемы спасения одинаковы для всех. Иван Никонов, Валентин Очибичик, Вадим Носкин, Телеканал Север. 10 августа завершил свою работу скаутский лагерь. Следующие два дня норвежские гости проведут в семьях норинмарцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин